Всем привет, друзья! Мы с вами продолжаем проходить Дивинити, ну и как вы помните, в прошлый раз мы с вами выучили песню наконец-то, то есть в теории мы можем вернуться на верхнюю палубу и рассказать, ну, порадовать кого-то там. Я только не помню, кого мы там должны радовать, но как бы то ни было, там либо вот это вот... не Чума её звали, а как-то по-другому. А, как же звали её? Ну, неважно. Хворь. Вот, сам вспомнил. Либо Хворь, либо наш друг и товарищ... Гаррет. Вот Гаррету я доверяю намного больше, поэтому давайте, наверное, поговорим с ним. Пусть павшие упокоятся с миром в чертогах эхо. Интересуемся, из-за чего у Искателей случился раскол. Раз уж у нас опция есть, а может, нам ещё и опознать что-нибудь надо? Ну, раз пошла такая пьянка, у нас есть что-нибудь неопознанное, но оно, скорее всего, будет либо у Фейна... О! Однорукий топор. Оп! О, нормас. Либо у Лоуси, но у Лоуси ничего такого нет, но у неё зато есть на продажу всякие ништяки. Давайте, раз уж мы зашли с вами, да, так удачно, давайте сразу сольём всё, что нам не нужно, и подзаработаем ещё немножко деньжат на этом. Кстати, подушка, я сомневаюсь, что она будет в каких-то рецептах использоваться. Ну, и чувак довольно-таки благосклонно к нам относится, поэтому у нас сцены довольно-таки приятные у него. Итак, интересуемся. Гаррет молчит, потом качает головой. Была допущена ошибка. Вот и всё, что я могу сказать. Рассказываем Гаррету о записке, которую мы обнаружили в покоях Далис. Гаррет, пошатнувшись, делает шаг назад. Слова его пронзают... ...вас, как кинжалы. А, слова его пронзают... ...сложно. Что бы там ни было, тебя это не касается. Пусть мертвецы покоятся с миром. Если бы тебя так сильно заботило наше отплытие, как истории прошлого, мы давно были бы в Дрифтвуде. Ну, чувак чё-то психанул внезапно. Но, с другой стороны... ...я сейчас, знаете, сам себя загоняю в... ...а, как это там... ...в... ...стокгольский синдром, возможно, но... ...а, ну, ничто человеческое мунчилство. Ну, не чуждо. То есть, его опасаться не стоит, как если бы он на что-то такое не отреагировал. Ну, чём дело, красный? А, ладно. Ммм... Хочу ей показывать фолиант, я хочу, чтобы мы им нужны были. Ну да ладно, показываем ей найденный нами фолиант. Я бы тебе золотую звезду вручил, если бы она у меня была. Вот честно. Что ж, тогда вперёд. Спой песенку фигуре на носу и поплыли. Хе. Говорим ей, что мы спели множество таких песен. Во множе... Во множество шрамов. Молодщина, работорговец. Ой-ой-ой. А, мы, возможно, могли ей не докладывать. Мы могли просто спеть песенку кораблю и... полный вперед ну чувак что-то как-то резко нас осадил ай-ай-ай не хорошо ну ничего не будем излишне на это реагировать постараемся по крайней мере я просто перед сном немножко поплачу носовая фигура смотрит вперед безмолвно созерцая морскую гладь поем песню из фолианта найденного нами в трюме палуба у вас под ногами трещит и стонет точно корабль пробуждается от глубокого сна слышится глубокий вздох его несомненно издало живое существо не она не ведьма не дались успел песню значит тебе решать мою судьбу станешь моим новым господином говорим что прежде чем принять решение нам надо понять с кем или чем мы говорим спрашивай я обязан выполнять любые приказы замечаем что у духа обитающего в галерии наверняка была прошлая жизнь может ли она вспомнить хоть что-то кричит и корабль перестает скрипеть и погружается в ожидательное молчание когда-то я была эльфийкой потом умерла и возродилась древом предков проросла в лесу своих братьев и сестер по плоти и корням но это время прошло я видела как погиб тот лес а потом меня забрали воспоминания мои облетели словно листья святые хорошо им как он дожил до жизни такой живое существо в виде боевого корабля магистров бруса над головой внезапно хлопают закрывая собой солнце носовая фигура моментально оказывается в тени магистры они осквернили священные земли эльфов и выкорчевали дерево предков я была одним из этих древ они они разодрали меня на куски превратили в это чудовище говорим что готовы принять решение корабль перестает поскрипывать он как будто ожидает вашего решения затаив дыхание не но я за свободу друзья мои шушь неохотно признаем что после всех этих дней проведенных форте радость да тем более после такого опыта мы осознали недостатки рабовладельческого строя которого придерживается наша раса корабль свободен не раб но союзник и равный возможно кровь ящеров не настолько холодна благодарю тебя я уже никогда не смогу обрести полную свободу я корабль и мною кто-то должен управлять позволь отвезти тебя туда куда тебе захочется мы можем отплывать когда ты будешь готов корабль пробудился отлично он готов отплывать да говорим хоре что корабль пробудился и готов к плыть все равно здесь вряд ли что-то будет мы уже пытались и в лице медленно расползается беззубая улыбка перед вас ждут неизведанные опасности тщательно выбирайте спутников возможно это ваш последний шанс поменять состав отряда это я ну я не знал когда это произойдет но естественно если ты хоть что-нибудь гуглил об игре ты об этом знаешь стало быть в дрифт вот согласно киваем время пришло но вот наш финальный отряд ну он с самого начала наши был в этом нет сомнений вперед солнце пекло им спины ветер раздувал паруса пробужденные смотрели как исчезает за кормой форт радость но захват госпожи месте не остался незамеченным а я не хотел сказать что я думал будет бой ваша дерзость впечатляют колдуны вы похитили мой корабль убили моего епископа объединились с демонами новые понятия не имеете с кем связались мы готовы госпожа да как насчет них клянусь вам госпожа они все сделают и лучшим образом хорошо так покажи мне прощайте колдуны ой это мой корабль и никто у меня его не отнимет у не знал бы я бы это сохранил игру метеоритный дух и все наши помощники все время пустоты послушай победить мы не сможем но я могу вытащить нас всех безопасное место только выиграй мне время покажи на что ты способна пробужденные пробужденные скорее уж паразит предоставьте это мне госпожа огненный сглаз то за на персонажа прикреплена магическая бомба бомба взорвется зашибе есть а у нас нет какой-нибудь инфы по поводу того как это работает и как это остановить но то есть я бы благословление может быть кинул если бы я знал что она нам с этим поможет ладно давайте начнем по хардкору сразу тогда раз они вот так вот решили против нас действовать то и мы будем против них действовать как-то ну серьезно поэтому жертва поти оба и давайте яд интересно вниз им туда дату яд вниз им туда достанет вот вам дряни ну и опять же тогда адреналин чека и гонем оба адреналинчик голова медузы на два хода хорошо но у нас это будут довольно таки дамажные ходы если чего я надеюсь по крайней мере бронзание ну вот вам так отличненько отличненько и вот вам еще путы путы ну да в принципе чё приморозим их к месту лучше ну да ладно но нескольких оплели а этот гаденыш повторяет наш трюк а ну ладно он баффет фигасе в игры говорит мне времени ага хрене меня вообще просто пипец но вот эти кстати мы еще и сможем сейчас поджечь потому что нам благополучно создали нормальные условия для нашего сила плана адреналин потому что пригодится он раз теперь огненный инкарнат а тут и так все горел кстати так что в целом норме насыщение зоркости как раз а насыщение силы 2 ну и вот этот баф кидаем и на хилку нам еще хватит себе ну в общем то отхилки я не откажу что что а вот это лишним не будет а вот наш инкарнат очень всему происходящему рад ну-ка вот так вот на о ну не все равно мне кажется выиграть конечно не дадут этот бой ну выиграть время попробуем о так фейн а давайте тоже по огню прикулишься причем прикулишься по огню прям вот чреве зверя можно сказать то есть вот здесь под создаст он инкарнат своего точно также ему зоркость ну и точно также ему силу но у нас это зато огненный инкарнат то есть он во первых фаерболт от себя кинет как ну вот как то так интересная вертушка тоже огнем давайте ух мне гораздо спокойнее когда я знаю что выиграть нам ну типа на победу у нас шансов нет то есть как-то куда он пошел о прелестно все в огне а очарование блокируется магии ладно вопрос только сколько нам надо продержаться потому что там толпа то врагов сочная мягко скажем горит у горит пошел жалко у нас такого не горит того а горит книг но это нам не сильно помогает ну да ладно принц давай вот это ты влететь можешь он может влететь а мне тогда хотелось себе магическую броню баф хотя не будем хотя не будем мы просто с вами сейчас влетим раз а теперь вот это вот чудо уклонения я так думаю она нам пригодится раз мы тут оказались и адреналинчик давайте-ка адреналин добавим ну и вертуха в общем-то пока тут такая хорошая туса надо вертуху прожимать но все-таки доспех мороза так и быть потому что но бомбан с нас конечно не снимет но может быть приготовит остановите ее ну не но 13 лаву нашишь мы плюс один уровень у нас будут проблемы меня снова не поработить талис о госпожа мисс нам поможет ух а не ну с такой помощью может быть на сбафнули равном еще раз кидывают огненные сглаза что не входило в мой план честно говоря ну что ж а у девчонки есть дождь это только не знаю только два бычьи рога стоят но без нашего скилла она нам нафиг не не упал и если честно но помните я говорил что зелье смысл смастерил вот она сейчас окажется очень даже кассу а это кстати средняя это тоже среди аноки когда съешь у фейна одно и этот ход ни о чем но потому что прошлое мы вызывали инкарната адреналини лис там и сильно потратились откровенно говоря но тут нам прилетает все равно правда горит правда вот вот этот гаденыш хорошенько горит фейн а а вот фейну стоит куда-нибудь тоже прыгнуть нафиг фейн а фейн тактический отход а у него скорость движения равна нулю естественно и на взяли и просто это так ну хорошо в безмолвный монах смотрите у него нет брони раз у нее нет брони но мы тогда мы рикошет пустим там такую наверняка не один хотя давайте сначала берем себя силу огня раз сегодня мы с вами но с огнем играем то давайте уж вот это немножко добавило урона и он может он может лоуси подлечить по и об этом не подумал заранее куда-куда ты шустр побег она а нам надо прямо вообще всех от него отводить но потому что блин просто непонятен непонятная задача типа если надо отводить всех тогда я вот этого гаденыша конечно вот сюда обратно привезу как бы мне несложно и давайте еще слепатцы суда досыпем ой кстати можно было бы бочку еще кинуть нет я не догадался ну а у принца у нас уклонение ой 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 слушайте хорошо вот эту плане но помним что она всего лишь на один ход то есть мы особо то с ним не разгуляемся при прочих равных к сожалению принц ну что ж а принц сколько брони дофига брони о вот этому гейсту можно теории наверное шлюпнуть можно вот этого перенести сюда но опять же ничего хорошего наверно но он попадет под нашу кувалду хорошо давайте вот этого гейста недопустимая цель сейчас серьезно ладно это были влажные мечты но 5 ударчик и чего и наковальня я думаю хотя бы монаха мы с вами обездвижим если попрет но не поперло а теперь наш вот этот чувак а ты можешь он не может он хотя бы вот сюда может прилететь ты неж вот он не ткнет окей хорошо кого тут можно гейста давайте гейст хотя бы подамажим раз и чего а вот тут вот вроде у монаха не очень много брони давайте тогда вот сюда направился отличие ай сибирь досталось вот вообще не за что хорошо кто у нас тут есть молчаливый наблюдатель это наш это кажется не наш них и пробежка а она кстати огненный пробежек во заткните демоницу я надо остановить не останавливайся получается она подождите мы только только побратались с кораблем и вот нас его лишат вот сразу во девчуля девчуля готова правда я не знаю переживет ли она все эти прыжки по огню ну наверное тогда зелье выйдем чтобы наверняка и из одного только пройдем таким макаром нехорошо ладно вот сюда мы долетим по нормально и на вертуху у нас уже к сожалению не осталось сил но тогда вот это вот пламя заюзаем как бы у нас такое такая битва на износ идет правда сейчас да сейчас кто-то и фейну тоже нелегко но тут тут я надеюсь что все таки нас как пожалеют в какой-то момент сомневаюсь что есть какой-то способ на такой сложности этот бой преодолеть вот очень сильно сомневаюсь но правда это такие оправдания для себя почему мы проигрываем но справедливости ради их слишком много и они слишком высокого уровня девчуля а чё окаменеющий ли ты залез каменей а он взял и окаменел надо же хорошо физическая броня но наверное красного принципа к единственному кто там хоть как-то пока что стоит и чего они достаточно очков действия тогда все отдыхаем сгорели мы за всех кого убьем еще и опыт получим ладно ну просто не пачку выставить ничего нам не дали особо может город сейчас поможет а он пытается горящих ну нет три тысячи хп даже если бы мы были четыре на одного ну с какой-то вероятностью мы могли конечно законтролить ой сина куда пошла да с какой-то вероятностью могли врага законтролить но это была бы относительно небольшая вероятность чем давайте просто ударим вот а теперь когда он просто ударен мы просто через него пробежим правда мы при этом огненный урон получаем ну тут ничего не попишь так ты дружочек пирожочек давай-ка вот этого боевого а это боевой монах он просто в раскорячку немножко ну рачком малость саму ладно ну таран естественно из броню заблокируется я ничего другого и не ожидал а вот этот монах готов кажется но в целом да готов сосредоточьтесь пресеките колдовство ну зато я чувствую себя гораздо лучше надо было вот этот сундук как-то стырит но не еще он нам вообще не до сундука у лоуся стырили исток правда лоуся там самый почти почти еще чуть-чуть ой 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 огненный сглаз окей переживем и это тоже мы пережили а вот это мы не пережили ну я в целом так вам и сказал ой да ну главное на самом деле что нас при этом особо не колбасит то есть у нас при этом та же сибила очень неплохо живет надо отметить на 1 гейста даже убили ну так убили он больше сгорел чем мы его убили но при этом наши саманы саманов мы лишились но я так подозреваю что всех кто мертвый скорее всего воскреша я так подозреваю поэтому не будем сейчас тратить свитки но и лутать врагов на самом деле это не время у красный принц а чтоб ты мог он бы мог потому что вот сюда за два очка действия пройти ну как минимум он окажется вдалеке у ю 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 наполовину демона пробужденные преодолели завесу отделяющую жизнь от смерти но мы с вами вновь оказываемся в этом как его не забыл воздух здесь пахнет дауду ли знакомо так пахло у дома вашего детства у вас голове начнет всплывать воспоминания о прошлом но сладковастый тошнотворный запах смерти внезапно их обрывает уф пытаемся отогнать запах смерти мы хотим вспомнить запах становится сильнее он окружает вас со всех сторон ползает вас через ноздри и рот чертоги эхо я вспомнил и также внезапно исчезает теперь вы ощущаете лишь слабый аромат дерево с легким но незнакомым металлическим вкусом привкусом спиритизм мы можем видеть духов ну вот теперь можем сохраниться хотя теперь сохраняться поздно вообще это что дерево что там него свисает а стоп а вот здесь тупик может ну и я сомневаюсь что мы здесь можем сейчас какое-то чудо сундук пропустить но также мы с вами пропустили получается сундук на арене потом пропустили а сундук на на лодочке но он был пятого уровня то есть скорее всего там ничего серьезного не было ну смысла на лодке мы на лодке на корабле магистров но все-таки осмотреться никогда не помешает что если есть где-то места куда можно проникнуть труднодоступные мы туда стараемся проникать наверняка туда можно добраться и вот час от напоминает игру game deck там что-то подобное было о связанные буги здорово выбери любого зол стресса боги они мертвы но как бог орков бог людей богини волшебников бог гномов бог ящиков ну мы к своему чупальца сжимают тело зол стресса еще сильнее ее губы шевелятся но с них не может сорваться ни единого слова бедолага а ты кто невысокая крепко сбитая женщины им болтается по беще по бесчетным нитями что опутывают ее тело жесткие ветви оплетают стир цинделиуса с головы до ног с его лицо замерло в сердитой усмешке перед вами висит огромный призрачный орк опутанный проклятыми ведь ветвями лицо его искажено в гримасе боли уф что здесь произошло амадия висит перед вами лицо ее все в синяках и царапинах грудь едва вздымается вам кажется что вы видите как по щеке ее стекает слеза вы подходите вплотную и вглядываетесь это не слеза это исток светящаяся жидкость сочится из ее раны капает на землю их практически дует промышленных масштабах ралик свисать с дерева проклятые ветви отпутывают его словно змеи от ног до плеч его голова в шлеме свешивается на бок но сквозь губы доносится едва различимый звук дыхания быстрее а что быстрее то алло проклятые постоянно сжимающиеся ветви оплели тело дюны великого гномья у бога его веки дрожат а раздутое посиневшие лицо мирно качается а проклятие фу мы можем спасти лишь одного наверное или нет но богини импов по приколу просто вот опа ты мое время на исходе на исходе так понятно давайте а ну за золстису освободим да потому что ну она наша чё пальца ослабляет хватку золстиса делает глубокий вдох скрипком втягивая воздух и по переходит гул который сменяется тихой песни защитников сдавала я защитник предо мной явился с первой среди избранных лучшие из них вместе смотрели мы во тьму вместе мы повернулись к ней спиной повернулись повернулись ты пришел мой принц мой избранник мы не опоздали еще нет но почти спрашиваем что здесь произошло в последний раз когда мы увидели семерых они воевали друг против друга да и пока мы были поглощены этим новый враг сильнее чем каждый из нас подкрался как вор в ночи но да это ты мой избранник мой пробужденный наша надежда исправишь все зло я видела пребывая здесь промежутки между реальностью и забвением я видела видела ревелон но ревелона не было не его обитатели не древней империи никого из нашего народа ничего из наших великих свершений от одной мысли об этом я холодею пробужденный ибо то был не сон была угроза обещание что наслал мне наш враг вот остановить которого можешь лишь ты я обозрела пустоту и видение этого заставило меня дрожать от страха да серьезно 2 2 игра и снова пустота как-то ну с одной стороны конечно прикольно что брак такой мощный глобально с другой стороны обесценивается моё прохождение первой части где я на все года победил пустоту спрашиваем что нужно сделать чем мы можем помочь повинуйся мне скоро семеро станут поживой пустоты если ты не исполнишь мою волю не сделаешь того на что я тебя благословила уже использовал часть сокрытых в тебе сил но внутри еще таится огромный нераскрытый потенциал не смей останавливаться пока не научишься управлять своей силой не смей останавливаться пока не обретешь божественность как люцина тебе предстоит объединить силы семерых войне против пустоты как люцина ты поведешь нашу гордую рацию к расцветанию но в отличие от люцина твоя слабость не приведет глупейшему поражению киваем и говорим что именно этим мы намерены заняться она открывает рот чтобы ответить по осекается ее голова быстро поворачивается из стороны в сторону как будто пытаясь увидеть нечто незримое тебе тебе нужно поторопиться я слышу ее песню пламя и лед смерти черепа тьма тьма ступай обжигающий холод пронзает ваше сердце словно клинок вы замираете на месте холод проходит сквозь вас будто проклятье а затем я хотел остальных спасти ну либо хотя бы получить истока что здесь произошло где все ваших товарищей на лицах видно одно и то же смятение вы видели богов побежденных оскорненных вздернутых назидание другим ух страшно вообразить себе могущество того существа или создания которому удалось так унизить семерых богов и оставить их погибать мне часто снилось наша новая встреча с семерыми богами но это это хуже кошмара боги шмоги какое мне дело до них всех а им до меня похоже что твари внутри меня будет посильнее чем любой из них и коварнее уж точно то что еще может быть благословленным можно восстановить так или иначе божественность уцелеет через всех вас и через все меня уф а мы можем сохраниться пожалуй самое время тогда нам сделать перерыв и взять паузу спасибо до хармсу миша лебедева юджин уволена за то что продолжает поддерживать канал всем вам спасибо за компанию в прохождении внезапный совершенно поворот мы оказались черт пойми где за чертой жизни но хотя бы корабль с нами вот если корабль с нами не взяли мне было бы обидно потому что мы только с ним ну не подружились конечно но я все-таки с ним подружился ну в общем мысль какая-то такая все удачи счастлива пока пока увидимся